Двухлетний карапуз, разгуливающий по улицам города, в одиночку. Жители Наринмара могли наблюдать такую картину накануне. Маленький путешественник удрал от бабушки, чем и поверг в шок всех родственников. Благо, все обошлось. Спустя уже несколько часов он вернулся в родной дом. Все подробности далее. Он боевой, смышленный. Всем-всем понравился, понимаете? Галина Чуклина до сих пор вспоминает маленького путешественника с улыбкой на лице. Это она обнаружила на конечной остановке в районе Кармановки двухгодовалого малыша, который с интересом разглядывал незнакомых дядь и тёть. Мы рассуждаем, откуда этот ребёнок. Я говорю, видимо, из хорошей семьи, потому что ребёнок чистенький, опрятный, весёлый, понимаете? И он был такой счастливый, что он сидит здесь, вот в этом месте находится, и когда он увидал автобус, он просто тёбус, тёбус, только, знаете, вот, видно, что он ничем не отягощён, понимаете? Никаких у него проблем нет. Просто он радовался тому, что он вышел на волю. Галина Петровна сразу вызвала бригаду скорой помощи, двухлетний странник и в карете скорой, покорил всех своей улыбкой и добрым нравом. Мальчика доставили в детское отделение окружной больницы. Ребёнок при поступлении контактный, адекватный, в сознании, без видимых каких-то повреждений, видно, что он ухоженный, что он домашний ребёнок, вот, что за этим ребёнком присматривают. Вот, единственное, что обратило на себя внимание, это гиперактивность данного ребёнка. Он, уже оказавшись в незнакомой обстановке, с незнакомыми людьми, себя достаточно вёл свободно, непринуждённо, всем интересовался. Медики сразу сообщили о юном путешественнике в полицию. Стражи порядка сработали оперативно и отыскали родителей. Семья, как и предполагали все, кто успел пообщаться с малышом, благополучная. Мама была на работе и за ребёнком присматривала бабушка. Когда же она отошла в туалет, Шалун отправился на прогулку. В расоватриевом случае родители малолетнего ребёнка, который ушёл из дома самовольно, находились на работе и оставили ребёнка под присмотр своих родственников. И поэтому меры наказания приняты к ним не будут, а сотрудники полиции проведут профилактическую беседу. И вроде хэппи-энд, и вроде все счастливы. Родители оправляются от стресса, у малыша масса впечатлений. Всё хорошо, что хорошо кончается. Но проблема безнадзорности детей в регионе растёт, и это в год ребёнка. Только за прошлый год возросло количество пьяных подростков, поступающих в детское отделение. Если в 2013 году их было шесть, то уже в 2014-м – восемнадцать. Впрочем, не только этой проблемой обеспокоена общественность, растёт и количество пьющих родителей. К слову, в детском отделении окружной больницы уже три недели живут две сестры. Малышкам нет и десяти лет. Их маме в алкогольном забытии было совсем не до воспитания детей. За 21 день она ни разу не вспомнила о своих родных дочерях.